Первым делом самолеты. Значит так, после вчерашнего полу-романтического, полу-ужастического ланча мы с вами не встречались. А мы просто приехали в гостиницу, где с вами уже сто или тысячи раз бывали. Этот наш многоуважаемый там засиделся, ждет меня. Сегодня мы приехали в гостиницу, уставшие немножко почему-то, должны были быть отдохнувшими. Но главное, за тысячи лет впервые мы решили спуститься в бассейн с мужем. Из окна было видно, там два человека только в бассейне, а нам уже 4 часа делать в принципе нечего было. Гулять туда-сюда не хочется, этот город уже как бы наизусть знаем. Кушать тоже не хотел, уж уже наелись этими осами. Говорю муж, мужик говорю, давай спустимся в бассейн. Он так глаза зашмурил или что-то сделал. Говорит, ты что, с ума сошла жена? Говорит, да, сошла с ума, спускаемся в бассейн. Я купальник принесла, потому что думала в прошлом отеле, в первом котором уже побывали, там нам сказали, то есть по телефону говорили. У нас бассейн, джакузи, можете в другом билдинге, здании. Ну, рассказала, да, что было в другом билдинге. Я уже готова была на бассейнские приключения. Говорю, Аля, наверное, судьба. Спускаемся в этот бассейн. Он немножко покричал, побил меня по стенкам и спустились. Пять минут в воде немножко упражнения сделала и вышли. Стало замерзать. Немножко замерзла, замерзла и поднялись в комнату голодные. И думаем, кто сейчас, таким уставшим, после бассейна, выйдет и пойдет в ресторан. И вспомнили, остатки нашего ланча были с нами. Такой стол накрыла, такой шашлык сделала, баран разрезала. В общем, с мужем посидели в халатах, я в халате. Если я отдыхаю, я должна быть в халате без макияжа. Вот так вот я отдыхаю. И хорошенько поужинали и легли спать, как маленькие малыши спят усталые игрушки. Вот так. В семь часов проснулись, пьем кофе и не знаем, что будет дальше. Вот так вот. Все рассказала. Сейчас кофе допьем и посмотрим, что будет в следующей серии. Хороший кофе принес Арамчан. Если волнуетесь, не знаете, какую же маску сегодня утром я себе подарила. У нас был такой пенный, а в угаду прямо сидел там, плакал. Немножко меда добавила, замешала и сразу на лицо. Результат потом покажу. Шею мазать не хочется. Сверху. Субтитры сделал DimaTorzok Очень неудобная масса Не могу с вами немножко побеседовать Все падает Но вспомнили Все В результате у меня Думаю Немножко освежевшая кожа Видите На маршники не смотрите Ничего меня от этого уже не спасет Что было уже было Жизнь была прошла Значит так О, еще льдом немножко прошлась по коже Чтобы Как бы Еще более свежим стало Сейчас думаю уже он спустился вниз У него очень важные дела были С какой-то машиной в казино Пока я То есть сказал Ты пока приготовишься Заготовишься Жена моя Долгожданная Я вернусь Сейчас быстренько все упакую И выйдем Сейчас ждем пока За вещами придут И тост пьем Тост пьем Чтобы не опаздывали Это со вчерашнего дня Ждем терпеливо А, ну где эта подушка? Ну скажем Где наша подушка? Здесь всегда С двумя подушками Отели в основном С двумя подушками У них нету наших Square Карл Кусейн Квадратные Да, у них не квадратные Нормальные такие подушки У них прямоугольные Плоские подушки Поэтому обязательно надо С двумя подушками А они нам дали Три подушки Поэтому, чтобы оператор Не жаловался ночью И не храпил Я эту подушку Как вторую подушку положила Вот такие детали Вам говорю Пока наш пелл-сервис придет Этот отель любим Очень уютный Чистый Но пелл-сервис опасный будет Ох, не могу, не могу По утрам мы не пьем, окей? Только днем Сейчас утро Арам, нам надо Меню составить Куда мы идем? До 2.30 У нас свободное время Надо чем-нибудь себя занять И потом пойти Пошапиться И домой 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 Очень долго ждали Белл-сервис Почти 20 минут Но за это время Мы Даром не потеряли Своё дорогоценное время Сидели и делали Дыхательную гимнастику Но На 3-й раунд Нам 3 раза дверь Настучали Хаускипинг Потом 4-й раз позвонили 5-й раз Наконец-то пришли Так что 3-й раунд Арам Мы не закончили Ничего Как-нибудь переживем Спасибо 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 Мы увидимся Дальше Последний раз Проверяем Ничего не забыли В последние времена Нам очень хорошо Работаем Ничего не забываем В отелях На всякий случай Вот теперь Можно в путь Ну так проголодалась Странно На утро Ну и же не утро Наверное Поэтому Надо искать Хорошее место И уходим Убегаем Счастливые Довольные Отдохнувшие Ты отдохнул Немножко? Нет Главное Чтобы он отдыхал Я Не важно Очень много Многолюдно Вчера был день Когда Мемберс То есть Мемберс Люди Которые Здесь Очень часто Бывают Очень часто Играют По вторникам У них Добавляется Кредит Чтобы играть И очень многие Пользуются Этим кредитом И по вторникам Оказывается Поэтому По вторникам Многолюдно Сейчас нам надо Сидельники Склонить Наверное Или опустить Чтобы было место Для наших Покупок В этот раз У нас другой раз То есть Машина Полная Багажник Полный А нам Сейчас Запасаемся Бензином Да Бензином Запасаемся А вот чем Подумали Почему Не Подумали Они Водят Машины Только Секундочку Скажем Из этого Пункта Куда Ведут Чтобы На ночь Оставлять Наверное Две Минуты Водят Туда Сюда И Каждый Раз Они Поправляют Сидение На свой Лад И Это Ему Не Нравится Говорит Посидели Водите Две Минуты Оставьте Как Есть У него Свои Принципи Все Довольны Арамджан Сейчас Едем Запасаться Уже Знаете Чем И Пойдем В Лаунч Тайм 12 часов Почти 12.30 Потом Уже Все Знаете Лучше Нас Знаете Что Сегодня Будет Машина Такая Грязная У нас Здесь Есть Мойка Для машин Сам Себе Моет Арам Хочешь Машину Промоет Сам Себе Он Сейчас Занят Запасается Запасывается Дорогой Оператор Вы Какой Бензин Заливаете Вашу Драгоценную Машину Любимую 91 И 91 Первый Раз В жизни Хотела Запасаться Бензином 100 лет Назад И Не могла Ты не знаешь Наверное Не рассказывала Что пошла Попросила Помощи Парень Пришел И Надо Было Эту Штуку Туда Как будто Положить Чтобы Бензин Шел А я Никак Не могла Догадаться И не помню Я в жизни Не запасывалась Потому что Я Это Делал Но Что-то Случилось На Секунду Одна Осталась И Бензин Закончился Хочу Вспомнить Очень Такой Неприятный Неприятные Воспоминания Об этом Ждем А нам Хочешь машину По-моему Такой Грязный Такой Грязный Машин Светы Красивые Кажется Можно Полюбоваться Маленькие Ромашечки Решили промыться То есть Машину Промыть Сколько минут Моют Никто не моет Проход Надо быстро Проходить Значит Мы Третьей В очереди Ждемся Если хотите Чтобы нормально По-человечески Промыли 10 долларов Так Хорошо Промыли 8 долларов Если Не очень Хорошо 6 долларов Какой Был Ваш Выбор Дорогой Оператор Расскажите Чтобы Хорошо Чтобы Было Все Хорошо В этой Жизни Чтобы Все Всем Было Тепло Уютно Легко И Свободно Все И Закончилось Двигаемся В чистое Светлое Будущее Это Ранч Какой-то То есть Маркет Маркет Пампкини Продают Самое Сет Фан Остановимся На секундочку Может быть Что-нибудь Хорошее Найдем Здесь Только Пампкины Ну Как Интересно Пампкин Купим Может быть Потому Что Ничего Другого Нет Как Красиво Арам Пампкин Какой Громадный Арам Давай Пампкин Купим Мне Как Раз Пампкин Нужен Чтобы Выжать И Сок Выпить Говорят Для Почек Это Очень Хорошо Засох Подсолнухи Засохшие Наверное Не поливают Все Такие Разные Красочные Тыкви Как Быстро Сезон Дошел Эти Очень Хорошие Тыкви Очень Такие Мясистые Мясистые Лук Огромный Самая Большая Тыква 20 Долларов Самая Маленькая 3 Здесь Цены Написаны Ого Пампу Сделаю Тыкву Куплю Хорошую Пампу Приготовим Вот Эти Тыквы Очень Долго Варятся Или Пекутся Но Очень Хорошие Познакомимся Тоже Очень Красивые Пампкины Разные Как Как будто Их Слепили Это яйца Иму Ну Пустые Яйца 20 Долларов Но Пустые О Наверное Эти Не продают Доллары Эти Субтитры создавал DimaTorzok Стоит 5 долларов. Купим чай, приготовим. И мне нужно купить пампкин. Это просто для орнамент, то есть просто как бы декорацию, чтобы использовать. Вот у них разные джемы. Помнишь? Что? Барбекю. О, это их. У нас еще есть. Хочешь еще куплю? Субтитры дешевле. Потому что это их. О, окей. Куплю для тебя, дорогой. Бог любит это барбекю соус. Какого-то? Смех. Мастер. Мы делаем это? Это в Азербайбе? Нет, это в Азербайбе. Это очень вкусно. Мы купили это в магазине. Это очень вкусно. Я думаю, он только продает это здесь. Нет, мы получили это из Оливерситета. Говорит, я думала только мы продаем эту продукцию, говорю нет мы в магазине покупали в другом Сейчас она сердится. Sage honey тоже шалфей. 20 долларов из магазина купили здесь 16 and the honey they sell it over there for $20 and this is for $10 they sell it We bought it so that's probably why I sell more that's right now we know next time I come here not to go to that market of course okay avocado honey I never tried avocado honey is it good? It's really good we have to try it no choice and it's a bracelet that's cheaper Oh, there are so old things here. Come here. It's still in the past. Remember that there was something? No, I don't want anything from the past. I don't want a light future This is the name for cattle, for cattle This is also called a car in the village, The town called a Bacho. No, it's not the milk and water They kept such water on my day I like to watch the old things, but I don't like to have them in my life Just like a place is not это называется богатырь чеснок думаю богатырь нам понравится чеснок я люблю органически такие маленькие просто маленькие называются богатырь странно как-то надо это взять потому что говорит вкус очень такой сильный из спайси поэтому вот так вот попробуем и с вами поделимся про вкус богатырский или миниатюрный беру этот очень хороший мясистый еще возьму поменьше чтобы кому приготовить это 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 и Да, и ты можешь ехать это, тоже. Да, 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 да. И это еще лучше. Особенно если ты будешь вкуснее. Да? Я не знаю, что это. Я знаю, что это. Вы очень информативно. Я знаю, да? В начале. Хочется пойти в ферму посмотреть. Кто-нибудь пробовал белую? Почему я забываю? Пампкин. Тыква. Слово тыква всегда уходит. Я не пробовала белую тыкву. Это красиво или мне кажется? С характером. Здесь яблоки тоже уже ушедшие. Мам, сколько ты купил для меня? Селевна. Красивый. С характером. Да. Ты любишь это? Или ты любишь это? Эти маленькие 75 копеек стоят. Мы не употребляем. Просто для дизайна. Не знаю, взять или не взять. Ордианя из органик? Все органик. О, окей. Я не знаю. Да. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Хочу взять лук. Огромный лук. Стоит 500 граммов за доллар 60 с чем-то копеек. Возьму. Огромный я не заберу. Этот белый лук очень полезный. Сок белого лука полезен для чего-то. я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. У них все Оргяник говорит, эти тоже заберем для дизайна, раз уж так говорите. Не очень красивую, красивую, красавицу тоже, наверное, возьмем. Забыла, что я белая одела. Платим 81 доллар за наши покупки, если кому-то интересно. Все, запасались и едем на ланч. Место есть еще, Арам, у нас? Много мест. Много мест? Трактор тоже и здесь был, Арам, оказывается. Хочешь, тебе трактор куплю? Он все хочет покупать старенькие вещи, то есть старенькие, правильно сказала. Так захотелось Арам пойти погулять по ферме, можно, думаешь? Или не хочешь? Не хочет, наверное. Арам, это очень красивый, Арам, это очень красивый. О, это какое дерево, подумай, это тутовник, по-моему. Летом, если сюда придешь, арам, и тут поешь, и тут, и там. О, пацаны, красивые, наконец-то нашли. Интересно, готовы? А виноградов нет уже. Еще не готов. Здесь выращивают эти тыквы, эти маленькие. Мне очень в деревню хочется. Каждый раз, как сюда приеду, в такие места фармс, все больше и больше хочется. Здесь мир есть. О, это арбуз или пампкин? Пампкин, естественно. Не готовый, наверное, зеленый. Все, арам-джан, поехали. Спасибо тебе за экскурсию, что позволил экскурсироваться. Думаю, на этом закончим наш репортаж из американской фермы пампкинов. И встретимся за ланчем. Всем хорошего настроения. Всем огромное спасибо за просмотр. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. Увидимся. Эта женщина очень агрессивная, кстати. И к своей агрессии она маску несколько минут сняла и чихнула. И я ей сказала, будьте здоровы. Она мне не ответила. Но я честно желаю ей здоровья. Всем желаю здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok